МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. В студии Геннадий Рузов и в начале коротко некоторых темах выпуска. В России проходит донорская акция «Поколение добра». Принять активное участие в ней предлагают молодежи. К добровольному движению присоединились работники медик-санитарной части. Недостаточное количество доноров на данный момент должно быть более 500 тысяч жителей России для того, чтобы пополнить регистры и заполнить вот эту нишу при возникновении каких-либо проблем у людей, которые нуждаются в данной крови. История современной России пишется на наших глазах. В музейно-выставочном центре Заречного работает выставка «Своих не бросаем». Экспонаты для нее помогали собирать десятки неравнодушных зареченцев, школьники, волонтеры, священнослужители, сами участники СВО. Специальная военная операция еще не окончена, и история ее не написана. Но уже появляются артефакты, уже появляются документальные свидетельства. История будет обязательно написана, и собирать материал для этого необходимо уже сейчас. Шесть команд, 30 вопросов, одна минута на поиск ответа. Ученики пятых-восьмых классов сразились в интеллектуальной игре «Что, где, когда». Просто ли было добыть победу? Некоторые вопросы, конечно, есть со школьной программы, ну, с литературы, с русского языка. А так, наверное, это больше зависит от моего какого-то кругозора. То есть, как я развиваюсь, что я знаю. Например, художники, какие-то литераторы. Вот это из моих знаний. А теперь подробнее об этих и других событиях городской жизни. Медико-санитарная часть Заречного присоединилась к донорской акции «Поколение добра». Напомню, она проходит с 5 февраля по 5 марта по всей стране при поддержке Федерального медико-биологического агентства. К участию приглашаются активные и вовлеченные в общественную жизнь молодые люди, лидеры сообществ и молодежных советов. Пока 4 представителя Молодежного совета МСЧ-59 пришли на пункт сбора крови. Подробности в репортаже Ксении Тризной. Анастасия Волкова – медсестра. Рано утром она пришла в отделение переливания крови, чтобы принять участие в донорской акции «Поколение добра». Я сдавала до этого кровь, пензию в донорской крови. И решила попробовать еще раз, потому что помогать людям, для меня это хорошо. «Поколение добра» – это всероссийская акция, которая проходит при поддержке Федерального медико-биологического агентства. Принять участие приглашают активных молодых людей, представителей различных сообществ. Анастасия Волкова входит в Молодежный совет медико-санитарной части номер 59. Она и три ее коллеги решили присоединиться к акции. Как медицинские работники, они прекрасно понимают значимость донорства. Болезни развиваются и требуется очень много доноров крови, плазмы и костного мозга. В принципе, в нашей стране это все-таки дефицит. Поэтому люди требуют и поддержки, и соответствующего лечения. В рамках акции можно не только сдать кровь, но и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Эта ткань содержит гемопоэтические стволовые клетки, способные при пересадке больному человеку восстановить кроветворение и иммунитет, и спасти жизнь. Но найти генетически совместимого донора очень трудно. Недостаточное количество доноров на данный момент должно быть более 500 тысяч жителей России для того, чтобы пополнить регистры и заполнить вот эту нишу при возникновении каких-либо проблем у людей, которые нуждаются в данной крови. Присоединиться к представителям Молодежного совета медсанчасти могут все желающие. Достаточно прийти в отделение переливания крови. Обязательное условие участия – нужно разместить фото или короткое видео о визите в соцсети ВКонтакте с хэштегом «Поколение добра». Акция продлится до 5 марта. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Со 2 февраля по 10 марта в музейно-выставочном центре Заречного работает выставка «Своих не бросаем». В экспозиции представлены предметы, связанные с историей специальной военной операции. Из фондов музея, Пензенской епархии Русской Православной Церкви, школьных музеев города Заречного, личных архивов, а также фотоматериалы. Продолжит Алексей Лазаренко. Своими глазами увидели правду без прикрас. Пожилые горожане посетили тематическую выставку «Своих не бросаем». Участники проекта «Серебряный луч. Город Заречный» побывали в музейно-выставочном центре, где открылась экспозиция, рассказывающая правду об СВО. Специальная военная операция еще не окончена, и история ее не написана. Но уже появляются артефакты, уже появляются документальные свидетельства. История будет обязательно написана, и собирать материал для этого необходимо уже сейчас. Основная часть выставки – это предметы, привезенные из зоны СВО. Каждый экспонат рассказывает историю о героях нашей страны, о волонтерах, которые ездят с помощью на передовую, о священниках, посещающих солдат. В нашей выставке представлен предметный ряд, вещи, предметы участников специальной военной операции, и волонтеров, которые осуществляют помощь. Представлены фотографии Ставропольского фотохудожника Андрея Смольникова, которую он сделал, посетив прифронтовую зону. Работа Андрея Смольникова – жемчужина экспозиции. Ставропольский художник – призер международных и всероссийских фотоконкурсов. Андрей не просто фотограф, он и сам участник боевых действий в локальных конфликтах, награжденный Орденом Мужества. Его снимки четко передают картину фронтовой жизни. Эти молчаливые документальные свидетельства, как и вся экспозиция, призваны защитить и сохранить память. Главной целью этой выставки является защита исторической правды, рассказ о основных целях, основных событиях специальной военной операции. Мы ждем, мы приглашаем всех жителей нашего города посетить нашу выставку. Выставка «Своих не бросаем» в будущем пополнится новыми предметами. Сотрудники музейно-выставочного центра планируют реэкспозицию и расширение помещения. Алексей Лазаренко, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Сегодня в эфир канала «Заречный» выйдет новый выпуск программы «Ваше право». Герои передачи – жители нашего города, столкнувшиеся с различными проблемами и не сумевшие решить их самостоятельно. В поиске ответов на сложные житейские вопросы зареченцам помогают юристы. Сегодня юрист общественной приемной зареченского местного отделения политической партии «Единая Россия» подробно разъяснит, как вступить в наследство в 2024 году. Хочется сразу предупредить людей о том, что вместе с имуществом, денежными средствами и другими сбережениями, так сказать, умершего, переходят в наследство и долги. Поэтому в любом случае следует и принимать наследство, а в случае того, если вы понимаете, что долги умершего превышают ваше наследное имущество, нужно также обратиться к нотариусу и отказаться от наследуемого имущества. То есть это такой мой совет. С чего нужно начать процедуру оформления наследства и в какие сроки необходимо заявить о своих правах на имущество? Можно ли потерять право на наследство, если не успели вовремя привести в порядок документы? Ответы на эти вопросы вы узнаете в новом выпуске программы «Ваше право». Смотрите на телеканале «Заречный» сегодня сразу после выпуска новостей. Сезон городского фестиваля интеллектуальных игр для школьников в самом разгаре. Одним из этапов состязаний стала игра «Что, где, когда». За интеллектуальными баталиями наблюдала Ксения Тризна. Вопросы по истории, искусству, биологии и другим дисциплинам. Пять человек в команде. Строгие временные рамки. Все это игра «Что, где, когда» – этап фестиваля «Образумы». Традиционные правила игры «Что, где, когда» – это 30 вопросов, одна минута на обсуждение, после чего капитан команды предоставляет ответ в жюри. Если ответ верный, команда зарабатывает один балл. Если ответ неверный, то ноль баллов. Эта игра открыла новый сезон фестиваля «Образумы». Всех участников разделили на возрастные категории. Начальная школа, среднее звено, старшие классы. Дарья – ученица школы номер 220, сейчас в восьмом классе. Она уже во второй раз принимает участие в этих интеллектуальных соревнованиях. Девушка объясняет, чтобы ответить на вопросы, школьных знаний мало. «Некоторые вопросы, конечно, есть со школьной программы, ну, с литературы, с русского языка. А так, наверное, это больше зависит от моего какого-то кругозора. То есть, как я развиваюсь, что я знаю. Например, художники, какие-то литераторы. Вот это из моих знаний». Участие в таких фестивалях помогает развиваться. Дети учатся искать решения в условиях ограниченного времени, договариваться и обсуждать проблему. «В конце говорят ответы на эти вопросы. Я это стараюсь запоминать, чтобы в будущем могла это использовать, где-то показать». В фестивале «Образумы» несколько номинаций. Что, где, когда, своя игра, интеллект-бой и ворошиловский стрелок. Второй этап соревнований пройдет на следующей неделе. На этот раз задания будут связаны с историей производственного объединения «Стар». Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». 10 февраля во Дворце культуры «Современник» участник клуба авторской песни «Притяжение» Денис Бернас даст свой первый большой сольный концерт. Программа получила название «Очарованный странник». Денис поет о душе, о вере и вечных ценностях. На большую сцену вместе с Денисом выйдут его друзья из Заречного и Саратова. Диана Котлерова подробнее об этом. Это одна из песен, которую зареченцы услышат на первом большом сольном концерте Дениса Берназа «Очарованный странник». Автор и исполнитель, участник клуба «Притяжение» представит зрителям свои самые яркие и трогательные произведения. Денису помогут его друзья. Зрителей ждет программа примерно на полтора часа, может быть чуть больше, где будут песни, исполненные в составе музыкальной группы. То есть это мои друзья из Саратова, барабанщик и второй гитарист. Несколько песен отдельно, клуб «Притяжение» исполнен, ну две песни. И две песни мы исполним полным составом. В программе концерта не только уже знакомые слушателям песни Дениса Берназа, но и новые. Они написаны на стихи зареченских поэтов Нины Новиковой и Татьяны Авдеевой. Денис будет не только петь перед зрителями, он хочет пообщаться с ними, рассказать о себе. Как начал писать стихи, как впервые взял в руки отцовскую гитару. Кто помог ему освоить аккорды. Прямо вот меня тянуло. Я прибегал, я не делал уроки, я сразу брал гитару, занимался, пока через месяц уже не начал играть простые песни. Сейчас Денис Берназ учится играть и на другом музыкальном инструменте – ирландской флейте. Возможно, в будущем ее звучанием он украсит свои песни. А на концерте «Очарованный странник» все произведения будут исполнены под аккомпанемент верной подруги гитары. И это, надеется музыкант, создаст в Большом зале современника уютную, почти домашнюю атмосферу. Это место мой дом, добрый город заречный. Несмотря на то, что мы будем находиться в этом зале, все-таки я желаю, чтобы каждый пришедший ощутил себя, как в гостях, и подпевал, и уносил домой хорошее настроение. Вот, пожалуйста, всем добро пожаловать. Первый сольный концерт Дениса Берназа состоится в субботу, 10 февраля. Начало праздничного вечера в 17 часов. Диана Котлерова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». После информационного блока в рубрике «Актуальное интервью» мы встретимся с автором-исполнителем Денисом Берназом, чтобы узнать подробнее о нем, его творчестве и предстоящем концерте. А пока к другим новостям. 8 февраля в Сарове стартовала 12-й зимняя Атомиада. Спартакиада работников атомной энергетики, промышленности и науки проводится регулярно среди предприятий Государственной корпорации «Росатом». Участники будут соревноваться по шести дисциплинам. Это лыжные гонки, баскетбол, волейбол, шахматы, хоккей с шайбой, дартс. «Заречные» на Атомиаде представляют 43 сотрудника производственного объединения «Старт». Также в соревнованиях примут участие команды из Сарова, Москвы, Санкт-Петербурга и Соснового Бора. Состязания в рамках Атомиада будут идти в течение трех дней. Церемония награждений победителей и призеров состоится 10 февраля. Зареченский союз одержал четыре победы к ряду в рамках второго полуфинального раунда первенства России среди команд детской и южской баскетбольной лиги. Состязание проходит с 3 февраля в нашем городе на паркете физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной». К нам в гости на соревнованиях приехали пять сборных из Владивостока, Иркутска, Москвы, Рязани и Калининградской области. Все участники провели по четыре встречи. Четвертая игра Союза была с соперниками из Калининградской области. В непростой борьбе зареченцы все же сумели победить, завершив встречу со счетом 74-69. Капитан команды «Союз» Тимофей Долголаптев принес своей команде наибольшее количество очков – 20. Подробнее об успехах зареченских баскетболистов во втором полуфинальном туре первенства России среди команд детско-южеской баскетбольной лиги мы расскажем вам в следующем выпуске новостей. После короткой рекламы в нашей программе рубрика «Актуальное интервью» мы встретимся с автором-исполнителем Денисом Берназом и поговорим о его творчестве. С 1 по 9 февраля в торговом центре «Дубрава» распродажа шуб пятигорской фабрики. Норка, мутон, керли, дубленки. Обмен старой шубы на новую. Рассрочка без первоначального взноса. Также в продаже мужские и женские пуховики и куртки. Изделия из вязаной норки. Город Заречный, улица Ленина, 18А. Второй этаж с 9 до 20 часов. Медицинский центр «Губернский доктор» предлагает своим пациентам лечение и диагностику всех систем и органов. Эндоскопические исследования проводятся на современном японском оборудовании фирмы «Пентакс», которая формирует изображение в формате высокой четкости. Это позволяет диагностировать предраковое и предъязвенное состояние с гораздо большей долей вероятности. Кроме того, имеется возможность взять биопсию. «Губернский доктор» с заботой о вашем здоровье. «Тогда тебе жениться надо!» «Да?» «Да! Ку-ку!» «Ты целеустремленный, креативный и обладаешь творческим потенциалом. Это твой шанс!» «Телерадиокомпания «Заречный» ищет корреспондента. Стань частью динамично развивающейся команды, чтобы освещать все яркие и значимые события города. Звони! 61 19 35 У нас аварийная ситуация на КНС-11. Дежурная выехала на место. Как государственная корпорация «Росатом» внедряет цифровые сервисы, помогает управлять городами? Смотрите в среду в 20.00. Редактор субтитров А.Семкин «Актуальное интервью» у нас в гостях автор и исполнитель Денис Бернас. Денис, добрый вечер! Добрый вечер! Давайте начнем с короткого рассказа о вас. То есть вы расскажете о себе. Я думаю, телезрителям будет интересно познакомиться с вами поближе. Родился и вырос в Заречном. Окончил 223-ю школу в 1997 году. Поступил в приборостроительный колледж в Пензе по специальности электронщик. И далее в Пензе работал больше по техническим. Специальностям подключал интернет, обслуживал магазины «Магнит». Музыкой увлекался, когда закончил школу. Начал учиться играть на гитаре. И примерно в то же время начал писать свои первые песни. А сейчас вы где работаете? Сейчас я работаю в ДК «Современник» в Заречном. Последние два года живу здесь. Поэтому больше опять спускаю корни в родном городе. Работаю звукооператором. То есть, я так понимаю, стихи и музыка – это ваше увлечение, а не профессиональная деятельность? Да, я пишу, потому что это мне нравится. Как возникла необходимость писать стихи? Когда это произошло? Вы уже коротко сказали, что это в школе было. Да, но это было больше как побаловаться, попробовать. То есть, какие-то общения с друзьями. Иногда, чтобы отомстить вредному однокласснику. Может быть, было «Димка, ты меня достал, что сегодня ты на завтрак съел» и прочее. А потом я увидел, что людям нравится, мне это приносит удовольствие. И несколько лет спустя вот этот навык подбора рифм я просто совместил с музыкой и стал что-то получаться. Вот на первом этапе о чем? Об одноклассниках писали или как все в молодости о любви, о дружбе? Стихи, да, были больше шуточные, больше просто побаловаться. Песни были о любви и о вере. То есть, в то время, как 17-18 лет я стал увлекаться христианством, то есть, стал читать Евангелие. И песни были на евангельские события. То есть, я пытался выразить свою веру и рассказать людям через свои песни о Боге. А почему вы стали играть на гитаре? Решили девичьи сердца заполонить? Такие мысли тоже у меня были. Но, наверное, просто меня это захватило настолько. Во-первых, когда я первый раз увидел, как играют одноклассники, мне показалось чем-то недостижимым. То есть, мне там, допустим, 15-16 лет, они играют Цоя. Я думаю, как это возможно? Это вообще какой-то космос. Мне это недоступно. Проходит всего пару лет. А друг показывает мне пару мелодий. И я вдруг обнаруживаю, что не так все сложно. Я прихожу домой, достаю отцовскую гитару из шкафа, сдуваю с нее пыль. И все. И следующие две недели просто меня поглощают. Я сижу уже на последнем уроке. У меня пальцы зузят, когда я вернусь домой. Когда я опять буду дальше учиться. Ну и постепенно вот эта вот страсть, она стала более ровной, более сосредоточенной. Я подглядывал, что играют друзья. Я приставал ко всем товарищам, кто играет что-то. Как-то играет, как не умею я. Я искал по библиотекам доступные мне самоучители. То есть не имея интернета, я пытался преодолеть эту жажду знаний. Денис, скажите, а вот сам процесс обучения на гитаре вам легко давался или все-таки были какие-то трудности? Потому что когда я попытался освоить гитару, но меня остановила боль в пальцах. Вот то ли, я не знаю почему, но не пошло. Да. Ну, может быть, я уже настроился, что они будут болеть. То есть мне много об этом рассказывали. О том, что есть страшный аккорд барре, когда нужно всем указательным пальцем зажать. Я просто знал, что его надо освоить. И, допустим, я специально брал песню, где есть один этот сложный аккорд, и просто позволял себе задержаться на нем. Но все равно играл эту песню от начала до конца, а не говорил, что я отложу ее пока, и вернусь, когда уже буду лучше играть. Нет. Я просто хотел это как можно скорее преодолеть. Все начинают с трех аккордов. Да. Вот в вашем арсенале на сегодняшний день сколько аккордов? Если позволительно вообще говорить об этом. Я думаю, такой вопрос, конечно, принесет удовольствие какому-нибудь джазмену. Я все-таки использую стандартные аккорды. Может быть, 15, 20, 25 аккордов, которых мне хватает. Просто я беру их разными способами, с разной динамикой. По-разному звукоизвлекаю. И поэтому стараюсь звучать не однообразно. Таким образом. Какие темы вас волнуют? Менялась ли тематика вашего творчества с годами? Да. Вот мое увлечение гитарой и написание первых песен совпало с моим духовным опытом. То есть я стал читать Библию, стал увлекаться классическим христианством, писал на эти темы. Но это вот 18-19 лет. Уже потом, в 2004 году я женился. Кстати, у меня двое сыновей. Одному 14, другому 18. Миша, Давид, привет. И, наверное, и сам, потому что стал меняться, я стал писать и на социальные темы. Допустим, у меня есть песня «Не кури». У меня есть песня «Надежда есть». Потому что жизнь есть жизнь. Люди устают, впадают в депрессию, их охватывают уныние. Они ищут ответы. Я пою, что «Надежда есть». А просто ее пока не видно, нужно разглядеть. Песня о любви, конечно, у меня есть. Песня о городе Заречном у меня есть. Вы сразу начали писать стихи для песен? Или? Да. То есть это параллельно шло? Да. Я бы сказал, произошел переход от вот этих детских увлечений, когда я просто писал ради того, чтобы писать, к тому, чтобы писать ради песни. То есть если у меня есть какой-то готовый текст, он нравится, он мне покоя не дает, пока я не придумаю к нему музыку. Потому что, ну как, лежит добро, не должно пропадать. Иногда мелодия служит толчком к написанию новой песни. Я уже пытаюсь по ее характеру понять, что она выражает, какие идеи сюда лучше вложить. Или наоборот. Есть слова, и я ищу максимально подходящую мелодию к ним. Кстати, вот к вашим стихам. Кто-то еще пишет музыку? Или это ваше индивидуальное творчество? Хорошо, что вы спросили. Вот прямо в 2023 году две зареченских поэтессы предложили мне подобрать музыку под их стихи. И вот так родилось две новых песни. Они тоже будут звучать на концерте. Нина Григорьевна Новикова, Татьяна Авдеева вложили, то есть посотрудничали со мной в написании песен. Денис, мне всегда интересен процесс творчества. Вот как появляется идея песни, как появляются слова, в какой момент, во сне, может быть, они к вам приходят. Успеваете ли вы записать свои какие-то наброски, чтобы потом сформировать стихотворение? Вот сам процесс, как у вас происходит? Часто на ходу, когда куда-то иду, достаю сразу же диктофон, напевают черновик. Иногда действительно во сне, ну не совсем во сне, но уже засыпая, какие-то строчки появляются, и я прям включаю свет, достаю блокнот, записываю, потому что что-то, ну допустим, недавно там архивы памяти моей у меня возникло. Говорю, о, это куда-то можно вплести. Потому что как бы человек анализирует прошлое, достает как ящички стола, отодвигает архивы своей памяти. Я думаю, я ведь забуду утром, записываю. Вот так. Скажите, вот вы ведете концертную деятельность? Да. А вы выступаете один, или у вас есть команда? И сольно, один, и с командой, в Возречном это клуб авторской песни «Притяжение». Мы играем старые советские песни, бардовские песни, вот что-то из, кто не знает бардовской песни, ну что-то, изгиб гитары желтый, там, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ищем какие-то жемчужины 60-х, 70-х годов. Я им подыгрываю, подпеваю, или в их концертной программе участвую с сольными песнями. Также у меня есть междугородняя команда. Это друзья из Саратова, мои давние друзья, гитарист Сергей и барабанщик Андрей. И они приедут в Заречный на этот концерт. Это была моя давняя мечта. Во-первых, исполнять сразу две моих мечты 10 февраля. Сольный концерт в Заречном и возможность сыграть вместе с друзьями Саратова здесь, в Заречном, показать им наш город и порадоваться. Денис, вот мы плавно перешли и к концерту, который пройдет в ДК «Современник» 10 февраля. Расскажите о нем поподробнее. И названия интересные. «Очарованный странник», да? Да. В связи с чем такое название? Какими песнями он будет наполнен? Кто примет участие вместе с вами, выйдет на сцену? Вот о концерте. Ну, очевидно, название взято у повести Лескова «Очарованный странник», где герой получил еще в детстве такое пророчество, что он станет монахом. И он всю жизнь бежал от этого. То попал в плен к татарам, то, кстати, несколько дней прожил в Пензе. Вот. Еще один повод взять это название. И вот у его Матала все произведение описывается. В конце концов, он становится монахом и рассказывает эту историю. Мне понравилось это слово «сочетание», потому что в нем есть вот это вот, ну, в хорошем понимании человек не от мира сего. Когда он увидел, что жизнь не заключается только в работе, сон, деньги, опять сон, опять работа, что в жизни есть что-то большее. И вот лирический герой моих песен, многих, это вот человек, который ищет большего, который ищет вечных ценностей, дружбы, любви, доброты, вот вообще человеческих отношений. И вот об этом я пою. Кто вместе с вами будет выступать? Мои друзья из Саратова. Это гитарист Сергей, да, он будет и на бэк-вокале, Андрей на кахоне и перкуссии, и друзья из авторского, из клуба авторской песни «Притяжение». Они будут подпевать и петь отдельно, петь своим коллективом также пару песен. Поэтому я постарался составить программу таким образом, чтобы она разнообразная была. Это не классический концерт одного человека с одной гитарой, а это разные по динамике, по песням, по количеству людей на сцене. То есть зритель не заскучает и услышит для себя как и вдумчивые философские песни, так и просто легкомысленные и радостные песни. Веселые и шуточные даже, да? Обязательно. Давайте напомним телезрителям, во сколько начнется концерт. Возможно, кто-то из них заинтересуется вашим творчеством. Да, друзья, это прекрасный повод провести субботний вечер. 10 февраля, 17 часов. Большой зал ДК «Современник». Приходите. Денис, я благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю вам творческих, новых творческих вершин, новых стихов, новых песен. Вообще, удачи вам желаю. Спасибо. Спасибо за участие. Напоминаю, у нас в гостях был автор-исполнитель Денис Бернас. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Денис Бернас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова